В чате «Новая реальность» в Телеграм прислал Дмитрий. Эта гравюра XVII века с изображением Иисуса Христа в терновом венце названа единой, единою чертою. Обычный рисунок вблизи оказывается изображением, созданным с помощью одной единственной линии, которая закручивается по спирали. Все детали лица и переходы света и тени созданы с помощью утолщений этой линии. Автор работы – французский художник Клод Меллан. XVII век Для современников-художника его способ гравирования остался загадкой, и повторить его так никто и не сумел. Дмитрий пошутил, и можно добавить, что принтером спиральным напечатали. А я бы вот тут развил эту шутку и скажу, что действительно, для компьютера и принтера такая задачка легко выполнимая. Нужно взять рисунок, задать алгоритм, и он создаст линию с разной толщиной, что потом будет легко и напечатать. Как мы и рассматривали на примере Монны Лизы, 20-слойная овсетная печать. Такой рисунок Христа можно было бы сделать в период создания религии. Это XVIII-XIX века. Я бы предположил, что его сделали в XX веке и приписали художнику XVIII века. Прислал Владимир Макаров. Фото с гугл-карт, на котором, на мой взгляд, видно что-то очень напоминающее древесную кору. Это Антарктида. А чуть ниже этих образований находится объект, напоминающий сам ствол. Но это не точно. И действительно, структура очень похожая на кору дерева, кто знает. Может быть, это и есть остатки упавшего гигантского дерева. Альтернативные исследователи постоянно находят подтверждение существования в прошлом гигантской флоры и фауны. Написал Серджи Анноу. Старая фотография Венеции. Я думаю, что здания после катастрофы несколько лет или десятков лет стояли бесхозными. На некоторых зданиях видны потеки от воздействия атмосферных осадков. На некоторых закопченных зданиях остался след от уровня воды. Обратите внимание на шпили зданий. Вы сильно удивитесь тому, что увидите. Датировку не знаю, но по фото видно, что они послепотопные. Некоторые здания на своем фасаде имеют остатки огневого воздействия. На носов из глины не видно. Итак, что здесь вижу я? Город пустой. Его явно приготовили для заселения. Очень богатая отделка. Архитектура аналогична европейским городам. Все время позирует один человек. Здесь мы видим колонны, накопители. Металлические шины, элементы атмосферного электричества. Здесь и далее огромные двери. Помещения были рассчитаны под гигантов. Все время позирует один человек от заказчика или исполнителя. Везде металлические шины. Чтобы было понятно, они делаются для того, чтобы создать здесь высоковольтный потенциал. То есть люди здесь находятся в высоковольтном статическом поле. Здесь мы начинаем рассматривать отделку. Была проведена огромнейшая, сложнейшая работа по созданию вот этих вот библейских картин, которых до этого не было. Потолочная лепка – сложная вещь. Ангелы, Христос, библейские истории. Гигантский камин для отопления. Никаких следов. Сажи, естественно, поскольку технология была другая. Очень много шпилей. Можно ли вот эти кресты принять за христианские? Ну, вряд ли. Библейские картины повсюду. Вот сидит человек. Высота дверей метров пять. Историческая модернизация проведена. Все можно сдавать заказчику. Господь вас любит. Мы видим много указаний на то, что весь этот эпос в произведениях искусств был произведен предыдущей цивилизацией. Новые представители только перебивали названия, тексты, дорисовывали символы, меняя смыслы под новую религию. Явно плазменный светильник. Один-единственный на всю территорию. Помещения готовы к заселению. Как всегда, один человек на фотографии. Здесь мы видим людей, соседствующих с гигантами. Кого-то похоронили, упокоили. Очень богатая архитектура. Какие интересные устройства. Кто бы объяснил, что это такое. Резонаторы какие-то. После затопления каналы заполнены водой. Вот так выглядит послепотопная Венеция. Львы. Лев – символ Римской империи. Шпили, сборчики, конденсаторы атмосферного электричества. Христианские ли вот это кресты? Скорее всего, резонаторы. К слову о Венеции. Вот еще кадры, как вода отошла после землетрясения в Турции. Видно, что есть лесенки на более низком уровне, которые использовались до поднятия уровня воды. И эти забетонированные каналы скрывают засыпанные грунтом и глиной этажи. То есть, бетонирование производилось в более поздние времена. В Телеграм репостнули тему с канала «Осознание и пробуждение». Программист создал приложение, которое позволяет писать код без знаний языков программирования, подключив чат ГПТ к фреймворку React. Таким образом, он буквально собирает приложение простыми командами с помощью английского языка. Программисты не верили, что вместо них код будут писать программы. И вот первая ласточка. Похожий искусственный интеллект хочет заменить все профессии. В книге «Машины создания» 80-х годов XX века описываются технологии будущего, половина которых, как бы фантастично они тогда не звучали, уже исполнились. Например, там объяснялось, как будет создан интернет, там он называется гипертекст, и какие экономические условия заставят его развиваться. Это высмеивалось, но все случилось именно по предсказанному. Далее, там объяснялось, как технологии будут развиваться не линейно, а экспоненциально. И это произойдет как раз тогда, когда вычислительные алгоритмы начнут переводить задания, сформулированные простым текстом в МАШ-коды, и сами же станут перепроверять их правильность. И все больше и больше алгоритмов будут перепроверять себя сами, тысячекратно ускоряя эти процессы. И именно это нам сейчас пытаются выдать за искусственный интеллект. На самом деле, это развитие все тех же предсказанных технологий. Прислал человек Василий. В Конго в лесу были найдены электрически заряженные камни, с помощью которых можно было включать лампочки. Тут первое, что приходит в голову, такой эффект можно легко смоделировать. Взять два токопроводящих камня, к примеру шунгит или подобное, подключить к ним сварку и поискрить. Там напряжение невысокое не убьет. То есть, подделать такой эффект легко, если это не фейк, то возможно… А теперь варианты. Камни находятся в сильном электромагнитном поле, и в этом месте они как-то собирают на себя это электричество. Откуда это поле – уже другой вопрос. Еще. Возможно, камни содержат большое количество ртути, и мы видим на этом примере аналог технологии атмосферного электричества, но в природном исполнении. Еще я как-то читал про изобретения с металлами – два близких по атомному составу металлических стержня с отличием в один атом, и между ними постоянно возникает электрический потенциал в силу определенного закона. На этой версии строится теория цилиндров-фараонов. Но вероятнее всего, конечно, это просто железная руда, и нам тут показывают фокусы. Прислал Альфред Олегович. Интересное явление произошло на Кубе в сентябре 22-го года. Вода всасывается вверх. Ну, тут вроде ничего такого необычного. Подлетает облако и начинает заправляться тысячами тонн воды. Ну и кто теперь скажет, что это не прямое подтверждение научному закону о круговороте воды в природе? Наверное, ученые на такое нагляделись повсеместно и создали ту самую схему, которую мы изучали в школе. Только называли это испарением с океана. Однако испарение – это долго и нудно. Просто подлетает облако, засасывает мегатонну воды и полетело поливать страны и континенты. Все так просто. Воды надо много чего мелочиться. На всякий случай поясню, что это была шутка-сарказм. Камень в огород научной теории о круговороте воды в природе. Росликов Михаил Навершие на здании в городе Челябинске Я сам в Челябинске живу, и всегда удивляли эти крыши. Ну, ладно, какие-то металлические ограждения на крыше, узоры и орнаменты. Их можно объяснить какими-то художественными изысками. Надо же было чем-то людям заниматься без телевидения. Но вот такие шпили и шары явно были функциональны и принадлежали действующей конструкции. Фильм «Род мужской. Англия. 2022 год». Действие разворачивается вокруг старинного тоннеля в сельской местности, в которой вошла героиня. И там начинаются всякие кошмары. А нам интересно, что это за тоннель. Во-первых, он находится под землей в глубоком овраге. Если он допотопный, то он раскопан. А до потопа, возможно, это был некий ангар, либо заглубленный ангар. И для чего было бы такое делать? Ответ дает кокарда на входной дуге из кирпича. Как нам известно, это египетский символ. Такие кокарды есть на многочисленных зданиях допотопных городов во всем мире. Галина Конышева показала, что это символ военно-космического флота прошлой цивилизации, которая, как нам известно, была единой планетарной. Затем атрибуты разных отраслей были переданы в символы разных религий. Это попало в египетскую мифологию. И так определили, тоннель принадлежал воздушно-космическим или военно-воздушным силам. Тоннель открытый, если исключить объяснение такому тоннелю, как укрытие от дождя или прямой проход через холмик, то, скорее всего, это не что иное, как взлетно-посадочный ангар, в котором можно взлететь и остановиться, а также взлететь свечкой вверх без пробега под открытым небом. Сколько скроет такой ангар летательных аппаратов? В зависимости от того, каков взлетный и посадочный пробег. Логично было бы предположить, что их должно быть чем больше, тем лучше. Аппараты должны быть мощными, компактными и технологически произведены на высоком уровне. Далее героиня бежит обратно и втыкается во второй открытый ангар, который уже современные люди по-хозяйски заняли и заложили кирпичом. Фильм по смыслу про кошмары, доставшиеся с допотопной эпохи, и история могла быть списана с реальных событий. Тоннель находится в Англии, а может быть где-то в Европе. За последние 250 лет все свидетельства прошлой цивилизации постарались уничтожить, скрыть, переиначить, но поскольку она была во много раз мощнее нашей и следов осталось неимоверно много, нам нужно только знать, куда глядеть. Прислал Дмитрий. Это что, какая-то зажигалка? Изображен император Наполеон III, середина XIX века. Такой зажигалкой не сможет пользоваться обычный человек. Это говорит о том, что она сделана для гиганта, которые, как мы знаем, еще в XIX веке были частью человеческого общества, по крайней мере, остатками от допотопной цивилизации. Так куда же они делись? Их уничтожили, так же, как гигантские леса и мамонтов в рамках создания новой истории. Вырезали, да и дело с концом, и удалили из всех публикаций и книг. Евгений. Я смотрел видео четвертой части артефакта от подписчиков и увидел также симметричные ямки. Я такие нашел в Арктике. Интересные вещи и что бы они значили. Несколько лет назад один исследователь нашел под водой вот так же ряды пирамид у Кольского полуострова. Сделал скриншоты, скачал даже какую-то инсталируемую программу, в которой они тогда остались. И только о них рассказал в интернете, тут же пирамиды пропали. Остались примерно вот такие же ряды, не пойми чего. Потом он еще в одном видео показал, что вот как было, а как стало. И после этого исчезли даже намеки на какие-то следы разумной деятельности. И осталась просто какая-то электронная муть. Прислал странник Выложил в телеграмм в чате новой реальности. Два солнца с разных сторон. Сразу же приходит на ум, что это отражение в стекле. Но небольшой анализ показывает, что изображения не идентичны. Получается, люди с Земли особо-то и не замечают, что светят два источника света с обоих сторон, потому что они не перекрывают зоны освещения на уровне Земли. Зато с большой высоты это неплохо заметно. Также все чаще люди замечают, что с обратной стороны закатного солнца с востока как бы из-под земли бьют расходящиеся лучи света, словно солнце светит как бы из-под земли или из-за горизонта. Что это? Включили второе солнце? Или такое устройство было всегда? Мы вообще имеем представление, в каком мире мы живем и как он устроен? Вот еще прислали видео «Обратные лучи». И вот сейчас это уже можно не стараться объяснять тем, что это может быть отражение от каких-то поверхностей. Возможно, мы видим лучи другого светила за горизонтом. Джеймс Бонд в комментарии под видео. Пять лет назад эффект с лучами из земли заметили в Брянской области. Пару раз этот эффект повторялся. И что интересно, видно его только в очках с поляризацией или в камеру, просто глазом не видать. Солнце было за облаками и совсем с другой стороны. Так что это точно не его лучи, а какого-то другого светила. Да и видно, что ярче всего они от земли, а у облаков уже рассеиваются. Никаких ангаров. Лучи шли прямо из поля. По сей день гадаем, что это было. Прислал Богдан. Как утверждают, нейросети теперь сами обрабатывают видео и создают картины. Вот, к примеру, раскрасили и обработали плавность старых видео начала 20 века. Хочу сказать, что никаких нейросетей нет. Нейро – это нейрон. Якобы кто-то вырастил нечто подобное человеческому мозгу на биологической основе. На самом деле мы тут видим, что это работа плагин, то есть дополнительных загружаемых программных модулей в монтажные программы. И они делают межкадровый морфинг, чтобы движения стали плавными. Ну и таким образом нельзя создать идеальное изображение. Мы видим, как пропадают части тел, идет выпадение кусков изображения. Со временем алгоритмы станут все более совершенны и будут это делать лучше. Раскраска идет на более качественном уровне, видимо, раскрашивать проще. Для чего внедряется идея нейросетей и искусственного интеллекта? Для того, чтобы в скором времени передать управление цивилизацией якобы под его контроль. На самом деле под прямой контроль другой цивилизации. И скорее всего это будет содружество материальной цивилизации с нематериальной, инфернальной. Но это отдельная тема. Александр переслал из ветра истории. Это традиционный парад, являющийся неотъемлемой частью фестиваля Испании в Латинской Америке. Традиционно люди создают большие фигуры людей, которые танцуют на улице больших городов и ходят шеренгами по 3-5 гигантов. Да, известно, что люди до сих пор помнят гигантов, которые жили с людьми бок о бок много веков. Таких свидетельств и фактов очень много в нашей истории. Эти двери в латеранском базилике Рим все бы ничего, но щеколда сверху. И кто-то эту защелочку должен был закрывать, явно не вставая на цыпочки и не задирая руки. У гигантов она должна была быть на уровне груди. Допустим, внизу человек метр семьдесят, значит рост гиганта должен быть около семи-восьми метров. А это высота двухэтажного дома. Считается, что этой двери больше двух тысяч лет, а с коррекцией на потоп девятнадцатого века, соответственно, около двухсот пятидесяти трехсот лет. Донатас Тримас Клайпеда На иллюстрации из книги девятнадцатого века надпись The pilgrim brings the head of giant slay god to the end. Паломники приносят в гостиницу голову великана убийцы. Непонятен перевод slay god. По логике это умертвили благого, а по машинному переводу гиганта убийцу. Судя по горделивым и воодушевленным пилигримам, благими они считали себя и делали очень хорошее дело. Ну и самый главный вывод из этой картинки, как мы помним и из библейских историй, люди любили убивать гигантов. Это вроде бы была даже какая-то доблесть и честь. Итак, присылайте артефакты на e-mail, указанный на YouTube-канале во вкладке «О канале» с пометкой в названии «Артефакты». Информация должна быть основана на каком-то подтверждении, там фото, видео, публикация, ссылка на карте и так далее. Описывайте, что вы видите, что предполагаете, свои версии, выводы. Я дополню своим мнением. Если это будет какая-то история о невероятном без подтверждения, то будет опубликовано в другом видео или соцсетях. Пишите небольшие обращения к зрителям на видео, это придаст живости и эмоции. Ну и всякого рода информационный мусор не присылайте. Всем добра и благополучия. В интересное время мы живем.